Там дальше уже привезут готовый барабан, готовый купол и крест. Это все уже будет готово, все будет уже покрашено, отделано. А здесь центральная часть, она 20 метров, то есть в два раза больше еще от алтаря. Прогресс не стоит на месте. Современные технологии позволяют смонтировать часть сооружения и доставить его на стройку уже в готовом виде. Так будет с элементами колокольни нового храма преподобного Серафима Саровского. Здание растет с каждым днем. Ход строительства проинспектировали митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и глава Заречного Олег Климанов. Я думаю, что если такими темпами пойдет, то до конца этого сезона вся кладка кирпичная закончится. Я думаю, что будет время как раз зимы для перекрытия. Потому что все вот эти работы с металлом, все остальное зима не вредит. Как раз кладку уже нельзя делать, поскольку мороз будет. Храм преподобного Серафима Саровского строится в Заречном уже более 10 лет. Его фундамент заложили в 2010 году. В 2015-м возвели цокольный этаж. Позже проект, который реализовывали на пожертвования жителей Заречного, пришлось заморозить. В прошлом году работы возобновились. Очень долго стояла замороженная стройка, но потом все-таки и люди, наши жители, начали активно участвовать в строительстве, делать свои пожертвования. И спасибо тем предпринимателям, которые откликнулись на наши просьбы, которые активно участвуют в строительстве храма. Ориентировочно для завершения строительства требуется около 20 миллионов рублей. Храм преподобного Серафима Саровского обещает стать одним из самых крупных в Пензенской области.